Раслан, сделай обзор на русский побег. А ты видел, что они споядили побег? А будет обзор на русский сериал Побег. Они украли идею западного сериала Побег. Даже название и музыку украли. Они затем охренели и копируют мой любимый западный сериальчик. Я ещё, конечно, ничего не смотрел, но уже 34 гневных поста на форумах написал. Сделай обзор. Упырьте мел, никто ничего не воровал. Вредное кино, или почему не стоит смотреть адаптацию сериала Побег? Ни один российский продюсер в здравом умении возьмётся копировать западный продукт без лицензии. Его засудят в ту же минуту. Белорусы могут снимать теоретиков, не спрашивая ни у кого разрешения, потому что это Белоруссия. Ей ничего нельзя сделать. Можно всю страну стеклянным колпаком накрыть, и они даже не заметят. Ну, через год, конечно, заметят, когда стекло запачкается от стихии и ненасти. Но тряпочкой протрёшь, я не забуду через три дня. Да, нет. Хоть убейте, я не понимаю истерии вокруг Побегов. Как будто вас заставляют смотреть его, или по домам ходят силовики и занимают копии оригинального сериала. Та же фигня, что с расскажем о нём фильмов или модой на 3D. Признайтесь, что вам просто хочется на что-нибудь пожаловаться. Радоваться надо, что у Константина Эмста теперь хватает денег снимать не только мыло о буднях советской интеллигенции, но и проекты посерьёзнее. К сожалению, это не означает, что он перестал снимать мыло о буднях советской интеллигенции. Но давайте мыслить позитивно. Короче, к теме сериалов я вернусь в следующий и последний раз, а пока сконцентрируем своё внимание на побеге. Ну, на российском побеге. Так, знаете, давайте, чтобы не путь оригинальный побег и русскую адаптацию, я буду их называть Побег и Побег Российский. Сокращённо Побегар. Рррр. Итак, Побегар и его сюжет. Обычно большая часть выпуска вредного кино основана на том, что я издеваюсь над сценариями ходами фильмов, потому что это легко. Также легко, как конфету младенца отобрать. Как раз того младенца, который эти сценарии писал. Побегар же сюжетно практически однояйцевый близнец Побега. Это называется адаптацией, когда лишь вносятся поправки на местный колорит, культуру и обычаи. В основном, как и с доктором Тырса, это укладывается в «мы снимем свой п*** с Олимпиады и попами». То есть главный герой Алексей Чернов работал над строительством олимпийских объектов, заключённые в церкви, проводят времени больше, чем в своих камерах и так далее. Но это понятно, на стороне две гордости осталась спортивная победа и духовность, которую обычно олицетворяет РПЦ. Ну, раньше была ещё военная мощь, но знаете, как-то сложно этим гордиться, когда ракеты только с 12-го раза в воздух поднимаются. Значит, у Алексея Чернова брат сидит в тюрьме за убийство министра финансов. Брата подставили, и чтобы как-то спасти его от казни, Алексей сам попадает в тюрьму, заранее спланировав побег. Сколько вы уже здесь? Несколько дней? И уже думаете о побеге? На вашем месте я бы сконцентрировался на более насущных проблемах. У нас в ораторе и асмертная казнь. Тише, тише, я же говорю, адаптация. В связи с убийством министра Дума разрешила казнить, но вот только террористов и педофилов. Наверное, это намёк на то, что экономика страны мог развалить только ребёнок. Да, лучше оставить эту тему камикадзе. В плюс я так понял, что авторы решили ужать сериал и впихнуть в один сезон события двух сезонов побега. Некоторая поспешность чувствуется, но это не смертельно. К тому же только первый сезон оригинального сериала был крут, второй был уже хуже, а дальше и вовсе пошёл бред поносный. И как-то у меня нет желания смотреть адаптированный бред поносный. Надеюсь, они на одном сезоне остановятся. Как вы поняли, с сюжетом всё более-менее, жопа нам в другом скрывалась. Побегар и его персонажи. Дёрганные у тебя какие-то Коба. Тут даже сложно начать. Ну, хорошие персонажи есть, и даже больше одного. Очень радостно выглядят русские обрутцы, вор Коба. Не Коба русский, он самый грузинский. Это сериал русский, в смысле адаптации. Это его? Передаем, что Чернов не колется. Я встречал таких. Его режешь на куски, а он как немой. Может быть, нужно было не палец резать, а что-нибудь другое, а? Есть даже шаги вперёд по отношению к побегу. Жутко бесполезный главарь банды «Чёрных Синоут» заменён на предводителя уральских цыгана, который раздражение не вызывает. Он лучше играет или просто потому, что у него меньше экранного времени? Надо так, чтобы ты был в курсе. Я сказал, что глава «Чёрных» заменён на главу уральских. И тут мы переходим к интересному моменту. Дамы и господа, в этой тюрьме нет национализма. Ну, совсем нет, вот просто нету и всё. Разве это не здорово? Ребята как-то притёрлись друг к другу. А вот уральские с московскими враждуют, да. И больше всех от такого единения народов пострадал Мелаха Тибек, наверное, самый мерзкий и запоминающийся из персонажей побега. То он был руководителем Белых в тюрьме и активно гействовал, то пытался пришить себе руку, то пытался стать добрым, то с топором за тёткой какой-то бегал. Тут какой-то нереальный фейл. Я даже думал, что персонажа совсем обрали, но оказалось, что на его месте вот этот невнятный помощник Коба. Он типа очень агрессивный и психовный, но нет. Если сравнивать этого и этого, то нет. Даже... нет. Нет, ну даже не пытайтесь, нет. Не, я серьёзно, нет. Ну и в рубрике «Забавное наблюдение» отмечу измельчание актёрского состава. Я помню, как смеяюсь над тем, что татуировка с планом тюрьмы слишком велика для Юрия Чурсина. Так это не самый худший вариант. И дрыщавый налим тоже нормально. Но то, что случилось с начальником тюремной стражи Беликом, это смешно. А тебе чё черну взял? Да на ней он мне действовал, начальник! Посмотрите на малыша Беленко. Рекольная такая пусечка. Добавляйте к этому ещё пару мисткастов, скудный набор декораций, тот же уровень операторской работы, что и в обычном первоканальном мыле. Некоторые сцены даже просто с рук снимают. И вердикт вырисовывается сам собой. Сойдёт для сельской местности. Если вы смотрели «Побег», то единственное, что вам может предложить побегар, это адаптация, в которой злая корпорация заменена на злых оппозиционеров, которые хотят развалить страну. Не факт, конечно, но это просказывает по первым сериям. А если вы не смотрели «Побег», то, ну, посмотрите его. Чё, нормальный сериал для реальных пацанов. Знаете, я даже придумал идеальное применение «Побегру». Вы должны подсадить на него своих родственников, чтобы они перешли с унылого российского мыла на качественные западные сериалы. Ну, как переход от водки к чистому кокаину через лёгкие наркотики. Не очень хороший пример. Одним словом, сериал какое-то невнятное павлинцо. Ну, павлинцо. Ну, вы поняли. Это было вредное кино, и теперь вы знаете, почему не стоит смотреть «Побег». Ну, оригинал смотреть можно, да. До встречи в следующий четверг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok